ну что привет интернет у нас сегодня человек и пароход все греха таить на очень интересный с моей точки зрения вообще не человека кейс какой-то вот такой ходячий успешный константин пименов у нас сегодня владелец и основатель сети меловица меловица правильно вот но скажи скажи как правильно говорит только в полный голос у нас нас микрофонов немного правильно будет владелец и основатель сети магазинов меловица до дистрибьютор спи зао меловица то есть производитель известный белорусский женского белья моя компания дистрибьютор представитель на территории казахстана вот сейчас меня запутать кто-то главный главный же ты ну все вот я не но я понял что смысле минскую ты не не основу ничего страшного то есть но нашу по большому счету я хорошо расскажите там на барыжном у нас фронте сейчас происходит то есть у тебя в кз вообще сколько у нас магазинов сколько точек рекламный получается ничего не ну а как хотел то есть нет но а что такого то есть это же не секрет не ну на самом деле да не лидеры рынка в этом сегменте сегменте женского белья не только казахстане на постсоветском пространстве бренд номер один не вот сейчас ее рекламировать и на вопрос отвечать сколько не надо мы сейчас от рекламируем не переживай вот я хотел сказать что и в казахстане сейчас больше 50 магазинов под брендами ловицы и там огромное количество мульти брендов там точек которые тоже используют этот бренд они как по франчайзингу работают они просто исторически так сложилось франчайзинг компания начала внедрять достаточно недавно там лет 5-7 назад но до этого эта продукция поступала на казахстанский рынок и продавцы использовали бренд логотип на своих торговых точках я к чему спрашиваю очень много полемики сейчас идет что точкам магазинам да вот подобным твоим там есть у нас еще другие там одежные одежные сети да то есть что не очень легко вам сейчас особенно там где вы в аренде сидите вот пользу и мне не нужны там пароли явки там конкретные названия но на это логично взять у представителя очень большой торговой сети да то есть и спросить костя кроме ты костя как дела вот в тех местах где ты сидишь в аренде в больших супермаркетах ну на самом деле на сегодняшний день ситуация я бы не сказал что там совсем патовая да совсем там аховая да но того здоровья конечно как было как ну как то уже уже нет не секрет что сейчас экономика казахстана испытывает трудности проблем да ну да если хабар посмотреть конечно немножко короче нелегко да 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 нелегко все это прямо и явственно а не легко в смысле что продажи упали то есть помимо той аренды которую не хотят снижать об этом говори на переговоре надо то есть но я слышал кстати не все не хотят многие подвинулись но в первую очередь в первую очередь конечно произошло падение покупательского спроса вот серьезное падение а можно вот в каких-то нужно знаешь в параметрах можно конечно конечно можно интересно то есть падение там 30 40 50 процентов причем даже не в долларовой эквиваленте многие все одежные ритейлеры работают на импортном продукте да то есть и поэтому нужно говорить то что привязка к доллару в товаре да то есть но от этого не нам никуда не деться и когда мы считаем экономику то есть воли 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 неволи то есть все равно к доллару обращение происходит и вот хотел бы сказать что продажи сегодняшний день упали даже не в долларовой эквиваленте они упали в штуках можно да 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 штук попадение потеска спросом наблюдается везде и повсеместно если бы это было бы только у нас можно сказать что ты плохой управлять я когда вы и вообще занимаешься не тем чем нужно а когда это происходит по везде и повсеместно ну тогда можно говорить уже что это все таки есть системы когда твою пятидесяти процентную карточку с дисконтом отдал своим женщинам они там чуть не передрались то есть это точно не ты виноват то есть потому что но они видимо как бы хотели это все покупать наверно покупает этом не очень вникает то есть сегодня хорошо себя чувствует всевозможные дискаунтеры всевозможные сайты купонатор это чукатревел бисмарт и уже снимет надо вообще у них спросить урага не себя чувствуют урагу раман у нас про я сегодня кстати да ну вот он тебе расскажу расскажет я думаю что люди люди хотят скидки хотят дисконты хотят экономить немножко позажались но опять же вот встречался буквально пару дней назад с украинскими друзьями да там коллегами говорят что на украине произошло более значительно да и последние два года вот в этом режиме за но там там и военные действия на политические проблемы вызвали на экономика экономика такая штука что она очень сразу резко реагирует на все эти дела если у нас на на 70 процентов произошла девальвация у них там в 2 и 7 раза до гривен подешевел говорят что первые полгода народ просто в прострации просто в прострации а потом потихонечку привыкает жизнь продолжается знаешь без трусов ходить то точно ни у кого не получится ты мне расскажи ты как вот бизнес то вообще за рулил потому что это очень мне кажется ну такой актуальный вопрос да то есть как вообще это все случилось ты как фарцевал да в смысле еще в советское время пластинка били на самом деле я как вообще вот я я всегда вспоминаю да я из из простой советской семьи то есть родители инженеры спасибо папе с мамой да там воспитание образование хорошая дали надо что заканчивал я заканчивал барнаульский алфайский государственный университет по специальности физик ну кстати я очень математики и физики ну вот какие то такие точно эти очень много людей успешных бизнесменов я уж не знаю чем вызвано но это факты ну да то есть ломоносов говорил да то есть есть известное выражение не скажу дословно да но смысл примен тот что математикой следует заниматься хотя бы для того чтобы мозги на место отправить поставить ну и в общем то я с этим абсолютно согласен но вздома слушай отучился и чего да нет я хотел сказать что еще с детства ну то есть какая-то была жилка то есть мне какая-то бы какое-то было стремление жить смысле если не там не то что там богато да ну уж стремление к чему-то каким-то хорошим вещам то есть стремление там каким-то средством потребления да то есть у меня у меня это было и я еще с детства точно в транс какой-то в ползу мы теряем мы пиво теряем на интервью Костя все хорошо а что с тобой нет ты просто реально я я просто подбираю да ничего не подбираю и как есть на служит что там вот и вот вспоминая совет советскую жизнь то есть был дефицит продуктов да вот я вспоминаю что там лет десять-двенадцать когда мне было лет десять-двенадцать допустим было про была проблема с мясом да я отказывался кушать мясо с прожилками там какими-то живым да 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 вот такой был я когда мне родители ешь там не выпендривайся я слезу даст вас выколотишь я не могу пойти ты задавал это чувство нет так я просто рисунала уже вот это я увидел откуда это стремление нет я тоже помню голодные девяностые все в порядке неделю 90 это еще 70 да то есть когда тоже не было большой забили я говорил что я не буду есть мясо танцы послужил или прожилками я буду стремиться к тому чтобы есть вырезка то наверное этих стремлений какие-то какой-то лучшей жизни меня толкнуло к тому чтобы развиваться и стремиться к чему-то лучшему и вот начав какой-то бизнес там челночество небольшое еще наш студенческой скамье потихоньку потихоньку ну как потихоньку 50 магазинов сушит уже не потихоньку да но это не это сейчас 50 магазин но начинали начинали супруг супруга еще там с лоточка там два квадратных метра все на себе мешки реально просто произошло трансформация перерост с челночества до какого-то такого бизнеса понял слушай а как ты один из немногих вот по моим ощущениям ну бизнесменов да кто такой очень френдли который общается вот в сетях да то есть которые там ходят на все тусовки там куда позовут понимаешь то есть ты но у нас вот бизнесмен да то есть это но нельзя сказать что это какой-то там ругательный образ да ну честно сказать я вот сколько их знаю достаточно таких вот тут твоего уровня бизнесменов но они так себя вот они в фейсбуке там ну совсем мало ну сколько их да то есть почему так то есть это это что с тобой фейсбук упомянул мне кажется эта площадка которая достаточно такая помогает вообще нет она она рафинированная и я бы не сказал что в фейсбуке там тех же бизнесменов какое-то ограниченное количество встречаешь много образованных интересных успешных людей и нет это все так но это та площадка которая помогает как раз вот именно познакомиться то есть я нашел очень много людей с которым 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 я там не строю бизнеса строю отношения то есть мне приятно с ними общаться приятно встречаться он онлайне вы вернее было и онлайне да и и так же как в оффлане замечательно интернет сближает то есть это что интересно как не только в Алма-Ате но и по всей стране по всему миру то есть огромное количество контактов огромное количество коммуникаций супер вот а вопрос ну что френдли да то есть я все таки останусь при своем мнении что не очень много у нас владельцев больших торговых сетей фейсбуке жгут там напалмом понимаешь там в тусов участвуют и но это несложно доказать потому что ну хорошо огласи вот этот весь остальной список да то есть вот нет я за это тебе очень ну благодарен на самом деле как бы ты громко не звучало потому что это очень хорошо с моей точки зрения когда можно прийти вот у человека там что-то спросить когда собственник бизнеса понимаешь нарезает по городу вручает всем лично карточки и мы понимаем да что в этом есть какая-то коммерческая подоплека ну слушай ну другие так них все равно ни хрена не делал не конечно раздача карточек это был маркетинговая штучка да да нету людей кому-то ты мне на копчега и умудрился вручить тогда это было забавно конечно помылись бани покупает в осеннем в осеннем капчике замечательно нет ну это находит отклик у людей находит отклик пользователь того интернета да и вручение карточки именно то есть мужчинам да это тоже сломся стереотипам задают задают вопросы да то есть почему почему мужчины почему не женщинам женщин уже нужнее дайте нам то есть это вызывает какой-то резонанс вызывает обсуждение и но потому что да там продвижение развить не ну я считаю это блестящий smm кейс потому что то что ты сделал вот сам ножками да причем я думаю все таки там это было приятно и с полезным да потому что ну вот я бы мне карточку на копчега и в бане вручали поэтому это как видимо было там приятно и потом помочь я ну я хочу сказать что от ребята тут сказка которыми карточка опять же тоже вручал же не 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 всем не абыка не абы кому то есть те которые люди на слуху те которых формируют мнение те которых интересно читать у которых есть достаточно большая аудитория нет уникальный кейс то есть собственник бизнеса взял слушай ну вот до тех пор пока на я не увидел вот этот твой флешмоб в фейсбуке да когда все мои френды а сначала не понял что вообще чё-то я же не пользуюсь этим да то есть продукция этой да то есть слава богу вот не ну нормально женская продукция то есть еще как посмотреть так и кости сейчас к чему вообще народ произвела не надо у нас все строго с этим ну вот то есть я сначала не понял да то есть я думаю что за у тебя же еще такая внешность да то есть вот сейчас мы поговорим ты еще очень известен темой номер два то есть когда костя у нас там за сколько ну за полгода за полгода он до глазах изумленной публики он сбросил полтинник да то есть раньше это был огромный такой мужик сейчас какой-то этот ганчубас на груди висит на брэш то есть лист лист конопли паша раньше такой это был дородный такой дядька такой сто тридцати килограммовый сто тридцать пять килограмм при росте 180 и ты сбросил до до 80 вот народ на минуточку 85 на копчегае я позволю вклиниться то есть мы сидим то чем шашлык там у нас все хорошо приезжает костя мы им кость ну ты давай там чуть поешь он года нет я я сын вот я еще там и разговорились вот тоже там про похудание тоже начал жаловаться на лишний вес я бы кости ну хорошо вот он там рассказал свою теорию хорошо отчет сегодня ел он он так это мило выдал груш я бы в смысле грушу вот грушу и все я вопил что он говорит и 100 грамм по моему воды ну да и вот и полгода это была груша и 100 грамм воды господи прости он сегодня есть хочет а ты вот уже все да уже сейчас есть не хочешь нет ну надо мясом тебя достичь да куда нормально же у нас нету планов на интервью кость это у тебя у физиков есть а у нас у художников плана нету извините живем поэтому ощущение голода как такового то есть сейчас не ешь да нет смотри я сейчас вот еще ничего ел я сейчас я вам сейчас покажу вот как это вот омлет из двух яиц да ну где-то сегодня это какой-то беспорядок пати было а в лет из двух яиц выпил чай орешков нет сегодня кушбанишь по сравнению с тема сегодня у меня в пиржество пирдуха просто когда к тебе приезжал у меня был момент когда я откатывался снова набирать на свои нормы и не тот период был когда я возвращался опять брал свои руки и возвращался брал руки это значит ничего не есть с пониженное потребление привычных продуктов и мне часто тоже задают вопрос то есть как не уже там там голодание полностью нет на самом деле никакого голода никаких диет это я добился таких результатов тем что я не отказывался от привычных продуктов потому что отказ отказ от привычных продуктов это стресс когда человек говорит сегодня ты ничего то что то что ты любишь ничего не ешь вот и есть там какой там сельдерей там которые там вообще ненавижу там еще еще там такую спаржу там там грудку куриный тот который тоже достаточно равнодушен и вот человек сетек но пичкой там через силу да ему говорят что это нужно полезно и тебе это будет принесет нам придет на притер пользу а человек опять не любит он дается дается и он находится в состоянии двойного дискомфорта скафер дискомфорта то что ему нужно похудеть он испытывает чувство там неловкости и повторюсь дискомфорта авто автор дискомфорта то он ему требуется есть и продукт которую не очень ты любит да которые не и в нем не ему непривычно я решил от этого то отойти и я себе не отказывал тех продукт которые мне нравится хотел сладко я ел конфеты я не ел конфет не полкилограмма как обычно хотела одну конфетку да то есть одну конфетку закину все я успокоил свою потребность захотел мясо там колбасы 2 ломтика колбасы отрезал закинул не надо не надо пахку или по хлеб не ел хотел . кусочек булочки я говорю что продуктов я не отказывался я кушал все то же самое что я ел граммала но очень мало вот и результат этот снижение моего веса там нужно достаточно короткий срок именно в нем 50 килограмм это чудеса именно именно в том что на минуточку в месяц по десятке чудо месяц в месяц десятку скинг легко я без комментариев почему я об этом говорю потому что после того как я достиг от этого результата минус 50 я четыре раза откатывался по десятке назад 90 набирал до 95 я четыре раза откатывался вот ну почему это происходило потому что ну как у слаб человек ну да 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 конечно 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 происходило по очень простой причине я себя настраивал неправильно я ставил себе цели сейчас понимаю я сейчас к этому пришел перезагрузился настраивал себя как что я достигну этого рубежа минус 50 и я себя вознагражу то есть скажу какой ты хороший мальчик на тебе какой-то красавица я себя награду вознагражу чем покушать дает я подходил к этому результату начинал кушать я договорился вот два-три дня поем по пирше стую отдавался хочу что наберу там пару килограмм с которым я легко расправлюсь но два-три-два-три дня у меня это не остановлюсь я жрал 10 дней столом на весе и ко мне прилетала 10 уже так и 10 килограмм как заглялась сегодня сегодня не сегодня а сейчас я пришел с осознание того что не нужно ставить цель не скинуть 50 килограмм а скинуть 50 килограмм и закрепиться то есть не награждать себя одну на следующий день по достижению там минус 50 на следующий день наоборот не переставая брать но держать его в узде держать в руках на следующий день опять же ставать на весы и смотреть ну так ты сколько уже держишься вот 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 не год один смесь вот у меня получается 12 мая я скинул 5 месяцев прошло вот в этой борьбой неравны и вот сейчас вот я опять опять минус 50 лет я точно смотри бизнесмены они очень быстро понимают вот руководители крупных каких-то структур они говорят что там за пять секунд делают суждение свое о человеке но где-то внутри им все понятно становится у тебя такое есть но чего я стараюсь вообще сижу слышь я люблю сам разыгрывать люблю шутить с людьми то есть но сам очень доверчивый 50 меня меня развести и там разыграть нет же разыграть и развести от разные вещи нет я я все не развести тебя можно штук на 100 баксов разыграть можно там хлопушку тебе подсунуть то есть ну я хочу хочу сказать что я к людям сейчас про хлопушку или про 100 штук баксов я их как и другое вот так я как и другое вот если это собрать всех там должников до которым должно быть я не буду не буду говорить сколько собирается я очень очень доверчив людям то есть когда ко мне приходят просят о чем-то я стараюсь помогать но не 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 всегда конечно раскрыт нам народ и глаза да то есть ну как завершивай да но очень очень доверчив и уверен все равно и сейчас и буду быть уверен что хороших людей вокруг нас вокруг меня значительно больше чем говнюков да то есть и хотелось бы так сложилось что у меня окружает большей части все таки хорошие люди с которыми там порядочные принимают правильные решения правильные то есть ты вот так людей быстро не считываешь все таки про 5 секунд своих я считываешь людей или не считываешь быстро расходим приметов ушел в думы да я если честно не задумался над этим вопросом еще раз я я понял я понял я не слушай не задумался еще и еще раз при при встрече я всегда к человеку отношусь первую очередь положительной точки а как уже произойдет это то лишь очень любит декларировать дашу все хорошие пока не доказали обратное да очень хорошо сформулирован мне кстати тоже такая политика близко потому что врагов видеть это тоже путь ни в куда да то есть окей на быть каким-то там да какие признаки вот у бизнесмена должны быть вот с твоей точки зрения обязательные черт какие-то черты характера да там ну допустим там кимоповское образование безумная воля к победе там продолжать там список хороший вопрос но бизнес там тоже он абсолютно разный бывает да то есть можно начинать бизнес это начинают начинают начинает нам на коленке да там копеечка копеечки это один путь и постепенно там но у тебя так же произошло до . да то сло . но это тот момент когда развалилась страна стартового капитала практически никого не было кредиты даже не давали до не давали я на самом деле до сих пор не пользуюсь когда ты не кредитуйся не книг не никогда не пользовался как я не обращалась интерес только все это как генри форд знаешь что ты как генри форд делаешь только на собственно он был опирать исключительно против кредитования то есть хотя я не стал бы критиковать то есть у меня есть друзья которые закрыть кредитованные полностью развивая бизнес достаточно успешно вот но одно мне не нравится в их не ситуации то есть они постоянно находится в ситуации где бы занять чтобы переотдать да то есть постоянно дамоклов меч там висит кредитная история рассчитываться с банками там где-то там пипе перекрыгнуто все все взрослые люди у нас сейчас уже но стране знают что такое кредит по моему так или иначе никогда не сталкивался как интересует провода ни разу кредит не был ни разу офигеть именно вот это интервью вот ради этого было уже стоит стоило то есть человек который открыл 50 магазинов по стране ни разу не брал кредит вообще знаешь вот мы сейчас на самом деле слоган для форбса придумали я ну серьезно это слоган для форбса я хочу сказать что ну это разные пути и не говорю что именно мой путь наиболее правильный да мы это не говорим не просто с это же факт то есть вот этого достаточно то есть это факт очень интересная к на какое вообще с твоей точки зрения вот отношение к деньгам должно быть вот у тебя какое надо полагать я с деньгами там ну наверное там все хорошо да то есть вот но вот когда меня спрашивают как ты себя ощущаешь да то есть я никогда не говорю что я человеком богат и да я предпочитаю использовать выражение обеспеченный ну потому что хорошие слова да то есть потому потому что богатый там человек там вещи там 100 100 долларов вернее человек меньше 100 долларов в кармане да он относительно какого-то попрошайки там или нищего он безумно богат да но по отношению там владельцу там тысяч долларов в кармане да он беднее ровно в десять раз да ты точно так же здесь то есть это понять я тебя богатство как уже сказал относительно поэтому я одну предпочитаю принято к себе говорить что ну что я человек обеспечен а деньги это что это инструменты на ваш версии на эту тему и вопрос на отношение к деньгам да то есть я человек очень прагматичный и отношение к деньгам я тоже такое же то есть я деньги не не упали с неба то есть как каждого каждая каждая копейка которыми у нас она заработана короб горбом там в поте лица через через труд через силу 20 лет до уже дам более 20 лет и я и и тратам тоже подхожу то есть достаточно взвешен люблю тоже те же самые дисконты там люблю пользоваться экономными потом брендами друзья не приемлю лакшери бренды то есть не понимаю ну ты феррари не купил себе да феррари феррари нет но но и не будешь покупать судя по отношению феррари не я очень очень что программы промахом бакене когда правда правда прагматичен и хотят сказать что я не постанови даяла о шаткать на кабинете в бычках на крючке маркетологов я очень слабо подвержен то есть я Я вижу, какими инструментами пользуются маркетологи, рекламистами, и я это сразу просекаю, и я не люблю быть, если там не подопытным кроликом, я не люблю объектом манипуляции. Я не люблю, когда меня манипулируют, и когда мне пытаются что-то там продвинуть, у меня наоборот вызывает отторжение. Кстати, мы когда с тобой быстро, доколь про маркетологов ты заговорил, в нашей частной беседе у тебя было какое-то очень специфическое, такое смешное высказывание, вот у меня, я помню, то есть ты поюзал много разных там в своем бизнесе, поработал со всякими маркетологами, там попробовал их услуги, и... Если честно, я не понял, на... Нет, вопрос, вот ты маркетологов вообще, ты веришь, что они есть? Я верю, что маркетологи есть, но я не верю, что их много, то есть я верю, что есть какие-то кейсы, какие-то фишки, какие-то моменты, которые работают, но я не верю, что отучившись условно в каком-нибудь... Может быть специалист по рекламе, который может... Название знает, да? Да, да, название, которое может найти, подобрать... Встречались рекламную кампанию? Да, да, да... Когда-то вот такие, знаешь, чтобы у тебя там, ну, чтобы ты такой, вау, вот спецы такие, в процессе твоего бизнеса, вот хоть раз... Спецы... Ну, вот именно вот такие, знаешь, рекламщики... Нет, ну, есть, есть, конечно, там рекламщики, пиарщики, маркетологи, но я тоже хотел сказать, что не все, что они делают, да, является каким-то алмазом, да, то есть эти вот моменты, кейсы, они, это как бриллианты, да, они могут быть штучной работой, да, то есть тот же самый, как какая-то звезда, то есть он не может постоянно штамповать, штамповать какие-то... Звездные концепции. Да, да, звездные концепции, те вещи, которые постоянно работают, работают, пострелят, пострелят. А может быть, какая-то там фишка, да, пришедшая в голову, буквально не... То есть, например, какой-то вспомнил, реклама прокладок, гигиенических прокладок, буквально на днях, по телевизору посмотрел, то есть не помню, не помню бренд, реклама заключается в следующем, что девушки можете пользоваться прокладками где угодно, и для того, чтобы выбросить, сворачивается в трубочку, и вот эта трубочка с боков заклеивается... Липучечка, да... Липучка, да, для того, чтобы девушка там не снялась, могла выбросить в любом удобном месте. Это гениально, то есть, могло это прийти не к какой-то там звезде, а действительно там любому человеку, который эту трубочку на липучечку залепляется с того конца. Ты знаешь, что хотят женщины? Хороший вопрос. Ну, я стараюсь, давай вот уже, ну, в смысле, ты же торгуешь, понимаешь, это же... Ну, по логике, ты должен об этом думать достаточно много, да, то есть, ты вдумывался вообще... Ну, это же... Ну, женщину вряд ли кто поймет, то есть, ее женщину и женщину не может понять, я покинул, то есть, это... И, там, женщина с Венеры, да, мужчина с Марса, то есть, это дневной придумано, да, мы абсолютно разные, то есть, и абсолютно по-разному мыслим, мы по-разному принимаем решения, по-разному реагируем на какие-то определенные события. И, в общем-то, это и хорошо, потому что, если мы были одинаковы, то зачем нам нужны были женщины, да? А нас это притягивает. Абсолютно я согласен. Нет, ну, я злые вопросы... Ну, я какие-то так банальные вещи-то сказал, но... Ну, что можешь сказать? Хорошо, что ты это заметил. Вопрос был, ты знаешь, чего хотят женщины? Второй дубль. Нет, чего хотят женщины? Нет, если ты не знаешь, так скажи, я не знаю. Я, например, не знаю. В чистом виде, в чистом виде, по совокупности, то есть, я тоже считаю, что это совершенно другая планета, и вроде бы мы изучаем всю свою жизнь этот странный феномен, да, какой является женщина, но информации много. Женщины хотят чего? То есть, женщины хотят семью, женщины хотят детей, женщины хотят, чтобы под боком был сильный мужчина, на которого можно было положиться, который бы был опорой в семье. То есть, ну, в общем-то, это не секрет, что, ну, женщины больше нацелены, заточены на семью. То есть, для них семья... Мне кажется, для них еще, я добавлю, это нормальный список. То есть, для мужчины какая-то... Выглядеть хотят они хорошо. Построение карьеры, там, достижение успеха в жизни, то есть, достижение успеха в социальной лестнице. Это тоже, ну, это... Если не на первом, то, ну, основные такие приоритеты. Для женщины все-таки больше, ну, это семья. Выглядеть хорошо... Мне кажется, они все хотят. Чего бы они там не заморачивались. Все хотят женщины хорошо выглядеть. Так это и нормально, по идее. Это не то, что нормально, это просто замечательно. Ну да, тебе-то уж точно. Да, 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 да. Выглядеть хорошо, наверное, тоже это способ заполучить более хорошего самца, да. То есть, и вот, когда, ну, говорят, там, бытует выражение, что женщины, там, стремятся выйти замуж, то есть, поймать, там, заорканить более, там, успешного, более... Ну, понятно, там, социально адаптированного. Да, это тоже можно понять не потому, что она такая испорченная. А женщина немножко думает чуть-чуть вперед. Но она о детях думает, да? Да, она думает о детях. Когда она будет беспомощная, кто ей будет помогать-то? Да, она думает о том, чтобы норку была попросторнее. Для того, чтобы детеныши, которые она родит, как самка, да, от какого-то самца, были тоже в хороших шубках, да, то есть, накормленные. Веришь в бизнес-тренеров? В бизнес-тренеров? Ага. Ну, тренинги, знаешь, там, там, как заработать, там, я не знаю, миллион. Я верю, 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 не очень. То есть, это как про звезд-маркетологов, так же и про звезд-тренеров. То есть, тренинги, которые, там, два-три-четыре дня, которые проводят, то есть, как заработать миллион, допустим, да, или как найти друзей, да, там, ну, миллион, да, разнообразных на различные тематики. Конкретные практические советы вряд ли из них можно вытащить. То есть, единственная польза от этих мероприятий, наверное, это заряд энергии, получения эмоций и мотивации к действиям, да, то есть, что-то, пройдя тренинг, то есть, сложно, вернее, просто невозможно получить какой-то там ключик, какую-то волшебную таблетку, да, волшебную палочку, то есть, пройдя, пообщавшись с каким-то там успешным, а часто даже не то, что там успешно, а тренер прокачан и позиционирующий себя, да, что он успешен, а на самом деле, может быть, у него за спиной ничего особенного нет, вот. Это невозможно, то есть, ну, можно получить, говорю, какой-то пинок, да, волшебный, волшебный, волшебный пинок. Там, знаешь, скорее всего, еще вот я просто добавлю к тому, что ты говоришь, скорее всего, вот, если такого товарища, как ты, допустим, загнать таки на этот тренинг, я не исключаю такой возможности, что в процессе этого тренинга тебе придут какие-то свои мысли, то есть, вот этот вот каскад какой-то вот этой харизмы, каких-то там зарисовок, он действительно, наверное, придут тебе какие-то новые идеи, но не он тебе их скажет, это они у тебя, но с другой стороны, в принципе, деньги уже будут потрачены не зря, потому что, ну, ты туда пошел, там, что-то найти, ну, и у тебя там вылетел какой-то этот файл нужный тебе, да? Ну, это смотря, говорю, с какой целью идти? Если с целью идти именно, ну, получение информации, общение с каким-то там успешным человеком, да, то есть человек, который немножко расширит твои горизонты, да, то есть заставит немножко, может быть, глянуться назад, сделать, остановиться, что чуть-чуть проанализирует, там, сложившуюся ситуацию, то может быть, но если человек идет на тренинг с целью, расскажите мне, как мне поступить, там, сегодня, там, или завтра, чтобы, там, заработать миллион, это пустой вопрос. Кризис – это время возможностей. Потому что сейчас вот, ну, многие говорят, кризис – это время возможностей. А что ты думаешь по этому поводу? Кризис действительно время возможностей, но я не верю. Я хотел бы что сказать. Ну, относительно себя, да? Давай, давай. Мы за последний год открыли, там, почти, ну, около десятка магазинов, потому что кризис наступил, ну, наверное, еще не в августе месяце, да? Нет, он раньше наступил, он в начале, он в конце того года уже начался стучаться. Мы начали, начали открывать магазины, когда, вернее, не начали магазины, активно открыли, там, около десяти магазинов, в то время, когда люди тоже немножко притормозили свое развитие. Вот. Именно, именно с какой целью? Предполагаю, что сегодня то время, когда появляются какие-то хорошие площадки, которые раньше были, ну, торговые площадки, то есть, там, в торговых центрах где-то. Ну, наверное, они там более лояльны стали, да? Да. Во-первых, были более лояльны, во-вторых, они стали просто тупо освобождаться, то есть, там, где просто не было там ротации, то есть, не было свободных мест в жирные времена, да? То есть, сейчас владельцы этих, ну, более сговорчивых. Вот. И кризис, он не может продолжаться, там, бесконечно, ну, год-два, пусть три. А потом, когда придут хорошие времена, то есть, в хороших местах, в нужных местах, мы уже будем стоять, уже люди привыкнутся. Те, кто удержатся, тем повезет. Я хотел сказать, что именно есть возможность развиваться в кризис те, которые все-таки накопили жирок, которые обладают каким-то ресурсом. Ну, если, там, тот же самый бизнес, он уже влачил, там, какой-то там. Качался. Да, 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 качался. То, наверное, все-таки оптимально в кризисе, там, делать оптимизацию и вырубить косты, там, ну, то есть, те подразделения, те направления не приносят. Желаю что-нибудь к молодежи и расходимся. Молодежи? Да. Молодежи... Ну, вот сейчас молодых людей очень много. То есть, помнишь, вот, у нас было тоже мало что понятно, да? То есть, я вот помню, когда я был молодым, мне было мало что понятно, куда идти и что делать. Я думаю, и ты тоже, там, об этом много задумывался. И вот сейчас такая же молодежь. Ну, ты плохо-хорошо, ну, в твоем случае, там, точно неплохо. Ну, вот, прожил эти 20 лет, да? То есть, и, как бы, на кого им учиться, какие книги читать? Может быть, не надо читать? Может быть, спортом надо заниматься? Нет. Читать книги – это обязательно, непременно. много книг, то есть, по каким-то книгам тоже не стал бы советовать, да? Потому что, ну, у всех разные предпочтения. Я, допустим, бизнес-книги вообще читать не могу. Они на меня навевают скуку, и я засыпаю на второй странице. Почему? Потому что, то есть, какие-то очевидные простые вещи, да? То есть, там, на 500 страниц растягивает, когда можно эту всю соль вложить, там, на 10-15-20 страниц. Ну, мне больше, больше, больше нужен программатика. Хотя, кому-то, кому-то нравится, там, когда размусолиться и заодно… Ну, понятно, да. Ну, тоже. Ну, то есть, ну, книги читать нужно, конечно, обязательно. Смотреть хорошие фильмы, там… Ну, опять же, говорю, какие-то банальные вещи. То есть, наверное, никто не посоветует, да? Не читайте книги, то есть, не развивайтесь, не образовывайтесь, да? Да, нет, я вот последнее интервью сделал. Так вот, очень успешный, прокачанный журналист, он сказал, что факультеты журналистики надо закрыть. Так будет всем легче. Легче кому? Ну… Существующим журналистам. То есть, ну, они там… Смысла никакого нет, что они там пять лет сидят. И он четко, нормально, мотивированно это объяснил. Поэтому, ты понимаешь, ты как вот сегодняшний вот Константин Пименов. Ты можешь говорить вообще, ну, как тебе сказать, вот то, что ты слышишь, то, что ты чувствуешь. Если ты скажешь, не надо читать книги, это будет твоя правда. Почему нет? Не, ну, книги надо читать. Ну, нет, да. Ну, я… Я хотел сказать, что все-таки человек – это многогранная, да, такая сущность, да, то есть, и без развития какой-то духовности… То есть, ну, про духовность… Духовность как развивать? Вот книги надо читать? Духовность развивать, книги надо читать? Книги – да. Я считаю еще, что нужно общаться с людьми, с правильными людьми. Критерии оценки правильности человека. Поступки. По делам их узнаете. Только так. Вот так и закончилось. По делам их узнаете. А с нами сегодня был Константин Пименов. Кость, спасибо. Тебе спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.